Название «Любовь небесная» и «Любовь земная» картина раннего Тициана получила в 1693 году. Исходя из этого, изображенных на ней женщин с одинаковыми лицами искусствоведы отождествили с двумя ипостасями богини любви. Однако впервые название шедевра Тициана было упомянуто в 1613 году как «Красота приукрашенная и неприукрашенная». Как именовал полотно сам художник или заказчик, неизвестно. Лишь в XX веке, исследователи обратили внимание на обилие свадебной символики и герб венецианской семьи на полотне. Они сделали вывод, что владелец герба, секретарь Совета Десяти, Никола Аурелия, заказал картину художнику, по случаю женитьбы в 1514 году на Лауре Богорота, молодой вдове из Падуя. Невеста. По мнению искусствоведа Роны Гафен, вряд ли это портрет Лауры Богорота, ведь тогда и обнаженная дама написана с нее, что в те времена повредила бы репутации порядочной женщины. Это идеализированный образ новобрачной. Платье. Как показал радиографический анализ, сначала Тициан написал его красным. Однако во главе списка приданного Лауры значился подвенечный наряд из белого атласа, и поэтому художник решил изобразить именно это платье. Пояс. Символ супружеской верности, и перчатки, тоже атрибуты свадебного наряда, женихи дарили эти вещи на обручение в знак серьезности намерений. Венок. Вечно зеленый мирт, растение Венеры, символизирующая любовь и верность, сплетенные из него венки были атрибутом свадеб в Древнем Риме. Чаша. Как писала Рона Гафен, в подобных сосудах венецианским невестам женихи по обычаю вручали свадебные дары. Кролики. Символ плодородия рядом с фигурой невесты, пожелание новобрачным многочисленного потомства. Обнаженная. По мнению большинства исследователей, в том числе итальянского эксперта по искусству Ренессанса Федерико Дзюри и британского специалиста по творчеству Тициана Чарлза Хоупа, это богиня Венера. Они с новобрачной так похожи, поскольку в античной поэзии невесту нередко сравнивали с богиней любви. Венера благословляет земную женщину на замужество. Пейзаж. По мнению Дзюри, за спиной персонажей показано два контрастных символа, связанные с супружеством, дорога в гору, трудный путь благоразумия и нерушимой верности, равнина, телесное наслаждение в браке. Купидон. Сын Венеры, крылатый бог любви здесь, представлен как посредник между богиней и невестой. Фонтан. На нем герб семьи Аурелия. По мнению искусствоведа Вальтера Фридлендера, это гробница возлюбленного Венеры Адониса, описанная в романе 15 века Гипнера Томахия Полифила, саркофаг, символ смерти, из которого течет вода, символ жизни. Рельеф на мраморе изображает избиение Адониса ревнивым Марсом. По роману, юноша погиб от рук бога войны. Это не только указание на трагически закончившуюся любовь богини, но и напоминание о печальном прошлом Лауры Богорода. Светильник. Античная лампада в руке у Венеры, по мнению Федерико Дзерри, символизирует пламя божественной, возвышенной любви. Несколько веков картина Тициана считалась лишь аллегорией. Однако художник писал другое, он специально смешивал символы с конкретными деталями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова